В чем я тут? В теории? В какой теории я хочу? Да. И сейчас мы на примере нашей работы с Джоном Бруксом поговорим о подборе, сначала о подборе растений, в первую очередь кустарников. В первую очередь кустарников и о том, как мы их сажали. Соответственно, я тут план не стал выкладывать участка, но в первую очередь обратите внимание на планировку. Все формы, как у Джона везде, вписаны в идеальные геометрические фигуры. То есть вот этот пруд, его делал Дима Петров, мы там только разметку помогали ему делать и озеленяли потом. Этот пруд, соответственно, он состоит из трех окружностей. Причем, когда мы находимся на земле, этого не видно, это видно только в плане. Это видно только сверху, что он из трех окружностей. Но когда мы находимся на земле, вот эти вот линии, они настолько завораживают, они настолько сильно воздействуют на подсознание. То есть вот эти вот жесткие формы идеальные, они модернистские, они реально очень сильно воздействуют. И если эти формы, они имеются и в дорожках, и вот в этой дорожке, которая через пруд идет, и во всем. Причем, я как-то на форуме ландшафтном, преподаватель одного из московских вузов ландшафтной архитектуры, по-моему, в лесотехническом преподает, он вдруг сказал, что типа вот среди посадок дорожка не должна быть ни прямой, ни закругленной, а в лесу особенно она должна быть, ну, бесформенной, так скажем. Что называется в народе, как бык поссал. Вот, ну, соответственно, я посмотрел примеры, какие он привел этих дорожек. Они вообще не производят никакого эстетического впечатления. Любая линия напряженная, а напряженная это приближенная к идеальной форме, к окружности, или построенная на основе нескольких окружностей, она с достаточным диаметром, если она соразмерна, если она не мельчит, то есть слишком волнистая линия, у которой слишком много извилов, она не будет работать. Она должна быть с масштабным участком. Количество поворотов должно быть минимально у нее. То есть, вот смотрите, переходит эта линия в линию газона, в линию холма, и она одна, она единая. То есть, вот мы можем эту линию продлить как вот по линии посадок, вот здесь вот, смотрите, да, то есть вот она окружностью туда идет наверх, и так она продолжается в линию холма. Соответственно, геопластика. И, соответственно, все формы куртин, все формы куртин, они точно так же ограничены четкими-четкими линиями. И вот этот прием, он позволяет, он позволяет, будь они прямоугольными, квадратными, эти массивы, или приближенными к окружности, этот прием позволяет создать структуру, которая очень сильно воздействует. Она создает картину. И посмотрите на вот деревья, вот эти вот крупные деревья, они на соседском участке, да, мы на их фоне сажали, вот тут геопластику. Вот тут вот несколько крупных дубов на газоне, и это все растения, по-моему, шесть их, это все растения, которые есть на газоне, больше ничего на газоне нет. Вот, на этом участок, участок три с половиной гектара. Вот, шесть дубов, все остальное собрано в куртины, и ничего на газон не выходит. Вот, я показываю готовую часть участка, вот эти вот дубы, соответственно, и смотрим, что тут. Вот на переднем плане роза ругоза, мой хаммерберг сорт, соответственно, и посадка. Как мы их сажали? Когда, ну, все кустарники, касается всех кустарников. Когда Джон, там, типа, давайте расставлять, вот массив, вот границы, да, он всем руководил сам поначалу. Расставлял, ну, мы рядами, как привыкли. Ставим, говорит, у вас природная посадка. У вас вся структура задана границами. Внутри вам надо сбить эту структуру. Вот, опадут листья, вы на что будете смотреть? Вы будете смотреть на ряды, вот с этой точки зрения у вас ряды видны, с этой не видны. А нужны ли вот эти ряды, если у вас круглая форма рядом? А нужны, то есть, сочетание абстракции, сочетание, сочетание вот этой заполняющей формы, то есть, заполнение у нас, оно идет без рядов, без структуры. То есть, это просто заполнение. У нас нет ни одного, мы когда расставляем кустарники, мы смотрим, чтобы не было трех кустарников, стоящих в линию рядом, например. Да, соответственно, вот тут вот, еще она не разрослась, дальше она замкнется. Вот очень интересный сорт взят. Пантилла, фрутикоза, это лапчатка кустарниковая, Прим Роуз Бьюти. Джон хотел Лем Лайт, но тогда она мне не попалась, но вот это заменили на эту, вот, по окраске цветков. Она, от цветков она бледно-бледно-лимонная. Вот, но когда он увидел, что у нее серебристая листа, он сказал, о, это еще лучше. Вот, соответственно, работает фактура, работает цвет, работает оттенок. Соответственно, оттенки зеленого часто работают гораздо лучше, особенно вот серебристые, темно-зеленые, они работают гораздо лучше, гораздо интереснее, чем цвет. А? Прим Роуз Бьюти. Можно уточнить, внутри куртины расстояние между кустами было одинаковым или все-таки варьировалось? Ну, я сейчас об этом так скажу, потом меньше буду. Значит, внутри куртины, значит, мы сначала планировали сажать все довольно плотно. Но Джон там взял и расставил там через, более-менее одинаково. Шиповники через 70 сантиметров примерно. Лобчатки через 50-60, вот так вот. Дерены, дерены он расставлял через где-то метр 20-30, вот. Там, где более плотно, там где-то вот мы через метр расставили, он потом, когда участок расширился, через два года, ну, они разросли чуть-чуть не сильно, он там взял, треть выкопал и уже они. Вот, куртина опять сомкнулась. Вот. И обращаем внимание, вот тут у нас гравием засыпан берег пруда, да, и ровная линия газона. Тут она еще не, на этой фотографии тут у меня ребята, которые уходом заменимались, еще не выстригли. Да, тут у нас в этот, не обрезали, в смысле, ее, но в принципе, это вот продолжение круга, продолжение круга, переходящий в прямую, да, то есть вот здесь прямая, дальше она скругляется. Куртины, вот эти вот тоже имеют достаточно интересные границы, достаточно четкие границы. Причем вот этот Джон очень интересно работал, то есть он сначала создает что-то, потом смотрит, и вот через два года он взял и посадил вот на этот холм, искусственный холм, соответственно, еще три боярышника. Вот, три боярышника крупных, сформированных в виде зонтика. Соответственно, с, ну или вот, тут дорога еще не закончена, это другой сорт, другой сорт шиповника, тут мы взяли, взяли более низкий сорт, это POPLROAD RUNNER. Он высотой не выше 70 сантиметров, если мой хаммербек и вот сам он до полутора метров, то этот вот 70-80 сантиметров, не больше. И в ширину он разрастается до двух, двух с половиной метров, то есть при том, что, при том, что даются нормы посадки и в городе их должны придерживаться, то на частных участках, в зависимости от того, какого размера растение мы покупаем, вот, и понимая, что оно быстро растет и как быстро нам надо результат получить, мы можем варьировать, да, мы можем их через метр посадить, через, и там, через метр десять, они все равно сомкнутся. Вопрос, насколько быстро, вопрос, готовы ли мы полоть между этим шиповником, пока он не сомкнется и так далее. Соответственно, кустарники, мы потом немножко про их биологию поговорим, но шиповник дает огромное количество порослей, в том или иной идее, в зависимости от сорта, больше или меньше. Некоторые современные сорта очень мало, вот, финны предлагают несколько канадских сортов, которые практически не дают порослей, что очень неудобно, низкорослых. Вот, а этот вполне дает хорошую поросль, но на третий год, и разрастается достаточно хорошо. На заднем плане, на заднем плане, тоже фактически можно заметить, что тут создан массив. Причем массив создан крупный, и он создан из сосны обыкновенной, вот, и, вот, от Андрея Ласточкина, сосна, и из сосна обыкновенная, и тополь сорт Нивея, тополь белый сорт Нивея. Вот, причем его мы обрезаем, его мы обрезаем, но поначалу мы, соответственно, не очень понимали, как его резать, то есть, то он растет, то не растет. У нас холодные годы были. И, один год мы не резали его, в итоге, приросты, ну, за год, ну, вот, такой толщины. Вот, первый год, два метра, два с половиной эти хлысты, их снизили наполовину, но на второй год эти хлыстики превратились вот в такой диаметр. И попробуй их обрежь низко, да, соответственно, все, что можно, мы, ну, что-то, что-то там обрезали, что-то заболело, что-то еще. В итоге мы поняли, что с тополем это нужно делать низкий поляринг, то есть, обрезать, фактически, обрезать приросты, оставляя маленькие пенечки каждый год. Вот, и почки должны просыпаться на приростах прошлого года. Вот, двухлетнюю древесину у тополя уже нельзя использовать. Вот, иначе это начинает болеть, начинают слишком большие срезы, вот, получаются, и омоложение с тополем очень сложно проводить. Вот, соответственно, там можжевельник, рок-кори-джем, тоже, он посажен где-то через метр, через метр десять, примерно. Вот, так, и вот это, соответственно, про посадку кустарников на объекте с Джоном, который мы делали. А вот то, что мы делали до Джона, я немножко покажу, что, от чего мы шли. Собственно говоря, мы пробовали и до Джона какие-то вещи сажать массивами, но сажали мы только почву, в основном почвопокровные кустарники, низкие спиры, японскую, в разных видах, добавляя хвойные, там, какие-то почвопокровные розы и прочее. То есть мы немного стеснялись делать крупные массивы и воспринимали кустарники, массивы кустарников в основном как почвопокровные. Вот, но когда им придаешь стрижкой, ребята у нас хорошо, достаточно стригли их, вот, даже очень хорошо. Вот, со временем можно было придавать разную форму, ликвидировав эти шарики, можно, то это уже работало как некая скульптура садовая. Вот, уже по-другому она воспринималась. То есть со спиры японской экспериментируют практически все. Вопрос объема, вопрос расширения. Вот если бы я сейчас сделал, я бы, соответственно, по краю вот эти вот розы не сажал. Я бы растянул до края, потому что, что мы получаем тут весной? Весной розы раскрываются у нас где-то в конце мая, в середине, в конце мая листья. И полностью листья раскрывают, они там, к началу июня, что закрывают, закрывают почву. Да, соответственно, у нас тут голая земля, которая там раздражает клиент. Соответственно, надо либо какие-то мелколуковичные, а поскольку мы розы укрываем, то они вытянутся под ними. Либо, ну, тут клубникой затянули, с мелкими ягодами и с розовыми цветками, вроде ничего. Но, в принципе, вот что в модернистском подходе, то есть никаких тонких полосочек. Никаких, то есть вот каждая фигура, она должна работать. То есть заполнение до края, никаких полосочек газона. Газон пятном, полосочка газона по краю дорожки не работает, бордюрчик по краю дорожки не работает. Это, как мы думаем, начинаем думать несколько другими. То есть для чего бордюрчик состоится? Преграда. Нужна ли она в дизайне? Не нужна получается. Вот. Для дизайна. Соответственно, этот бордюрчик можно расширить на 3-4 метра и сделать из него массив. Он уже будет по-другому работать. И он уже может создать некую форму, некий объем на плоскости и работать уже в дизайне как фигура. Соответственно, постепенно исчезают всякие бордюрчики и превращаются все в более и более крупные массивы. Вот тут вот, например, на наш тоже старый участок мы посадили за стенкой провал на пол достаточно большой. Посадили смородину альпийскую и стригали. И за ней гортензия. Вот она цветет. И там гортензия, барбарис и ель голубая. И вот там вот дуб чересчатый тоже от Андрея Ласточкина. Андрей просил упомянуть, что он был очень хороший поставщик копанных растений, копанины. Вот. Копанина хорошая у него. То, что нельзя купить в питомниках, покупаем у Андрея. То, что там на предыдущем слайде аспире и рядом с березами, насколько жизнеспособны. А хорошо при поливе. Вот это, да? Аспире вот это очень хорошо. Да, да, аспире. Да, это аспире японское. Вполне, потому что тут полив хорошо организован. Если полив есть, нет пересыхания. Если полива нет, то будет сухо. Слишком сухо. Удобрять достаточно? Ну, достаточно умеренно. Достаточно умеренно удобряем. Мы стараемся не переусердствовать с удобрениями. Вот. Переусердствовать с удобрениями начинает болеть. В два раза сильнее. Значит, ну, тут тоже, да, вот, вот некие формы. Да, вот смотрите. Тут аспире японской элит-принцесс. Да, вот в ней некие прямоугольники расширены. То есть, она тут в два или в три, я не помню, ряда у нас посажена. И уже она не воспринимается как бордюрчик. Она уже воспринимается как некое сочетание с этим, как дополнение вот к этой, к трильяжу этому, да. Вот. И, соответственно, вот вровень с этой площадочкой, да, с линией площадки, выравнивает линию газона. И тут, соответственно, все достаточно неплохо. Вот. Получается. То есть, ну, другие фирмы, как используют почвопокровные. Вот спецпарк дизайна, у них своя идеология использования почвопокровных кустов. И использование массивов. Леша и Юра Скибины, они родом с... Дальнего Востока. Дальнего Востока, но нет, не юга, они из Магадана, вот, да. Из Магадана. Там сопки в природе, да, покрытые огромным количеством кедрового сланника. И, соответственно, у них вот отсылка к этой... кедровый сланник, береза карликовая, береза тощая, которые становятся яркими, 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 береза тощая осенью, вот, и окрашиваются в очень яркие цвета. Она похожа на эту бетульнана, вот, березу карликовую, но осенняя краска очень сильно отличается. И, соответственно, вот эти массивы, они, причем, смотрите, они используют их и в городе, да, вот это вот, в этом, в каком-то комплексе, я не помню, в каком они жилом использовали, на парковке, ну, это снизу, там парковка подземная, да, и на частных участках разного размера. То есть, что мы тут видим? Сосногорная, можжевельник какой-то, вот, точно не скажу какой, опять сосногорная, вишня, песчаная, вот, сейчас не вспомню, надо посмотреть, вот, сходу не вспомню. Вот, ну, и, соответственно, также можно использовать, это практически не стригущиеся, не стригущиеся формы почвопокровной, которые можно вот так вот массивно использовать. То есть, в массиве мы либо стрижем, да, если мы хотим сдержать или придать какую-то форму, либо используем то, что может самообразовывать форму, причем невысокую и в почвопокровной. Соответственно, кто еще у нас использует? Вот фирма Аквилегия Людмила Васенко, да, у Юлмарта на Пулковском шоссе, вот, массивы. Ну, тоже своеобразное сочетание, да, решетка своеобразная, у них представлено своеобразный рисунок, и, соответственно, заполнение. Да, тут, конечно, вот с пузыреплодник и кизильник слишком близкая посадка, и они вызывают сомнения, то есть придется очень сильно стричь пузыреплодник в дальнейшем. Вот, иначе он будет задавливать кизильник. Я бы расстояние между ними сделал, ну, там, сантиметров 40, хотя бы 50, вот, и увеличил бы, соответственно, на этот объем пузыреплодника при таком расстоянии. Только из-за того, что, ну, вот дальнейшего разрастания, а так, задана структура, задана форма, задана геометрия, и массивы, они, в принципе, они подавляют прекрасно под собой все, будут подавлять все сорняки, и будут прекрасно себя чувствовать. Ну, хвойный, соответственно, массив и с добавлением непет и многолетников. Ну, естественно, мировой опыт, от чего тоже используется. Ну, тут в основном гортензии, гортензия древовидная, и под ней какой-то травянистый покров из многолетников был, ну, и, соответственно, в редколесте, так называемой, или почти, нет, даже роща тут, скорее, многоствольных берез. Вот, тени тут много. Вот еще пример из Германии, да, использование массивов. Соответственно, тут сам шит стриженный, вот, мы можем заменить на кизильник, например, вот, не такие четкие формы будут, но близкое можно. И береза бетвера утилис тут использована. Причем, обратите внимание, что мы иногда думаем, что мы создаем сад на века. А наши клиенты, средний возраст наших клиентов, вот, мы посмотрели даже по тому, кто на сайт заходит, кто в этом, в фейсбуке к нам заходит на страничку фирменную. Средний возраст 50, ну, от 45 до 55, максимум 60 лет. Дальше уже снижается. То есть, представьте, да, клиент ландшафтный, средний, вот, примерно такого возраста. Соответственно, дети, ну, у многих есть заблуждение, что этим садом будут пользоваться дети. Вот мы сколько делали, и через несколько лет садов, у многих, особенно крупные сады, у многих что-то меняется в жизни. Но дети не хотят жить с родителями, не хотят, чтобы родители вмешивались в свою жизнь. То есть, пока родители живы, они, как правило, там не живут, только приезжают иногда в гости. Потом, ну, вот, у нас есть один сад очень пожилый, потом, скорее всего, продадут или организуют что-то свое. И либо все переделают, либо еще. Не факт, что дети будут использовать сад так, как хочется родителям. Поэтому мы и закладываем в смету, и ориентируем, в проект закладываем, в первую очередь, и ориентируем клиентов на то, что мы создаем сад где-то на 20 лет. То есть, он должен выглядеть хорошо не через 30 лет, в полном расцвете его будет, а через 5-10 лет. То есть, через 5 он уже должен выглядеть очень хорошо. Должен быть зрелым, полноценным. И, например, вот здесь, вот эти березы. Понятно, что через, если оставить вот эту структуру, там, через 20 лет, они перерастут, они не будут создавать этого эффекта. Вот, они будут слишком загущены, то есть, тут придется вырубить. Соответственно, скорее всего, через 10 лет их просто заменят на такие же березы. Причем в Германии это нормально. То есть, замена через какое-то количество лет переросших деревьев на нужного размера, это совершенно нормально. 10-15 лет. И вот я наблюдаю, через сколько лет люди к нам обращаются, ну, сделали там 10-15 лет назад сад, и где-то через 15 лет обращаются за какими-то изменениями. Ну, не мы делали, если, да, вот если переделка. То через 10-15 лет обращаются за какими-то внесениями изменений. Поэтому, в принципе, если это не город, если это не парк, если это частный участок, то... Ну, не надо, конечно, напрямую говорить, я иногда эту ошибку делаю. Я говорю иногда клиентам, время нашей жизни ограничено, на что они обижаются. Вот, мы все когда-нибудь умрем, да. Вот, но... Вот. Но в голове это надо держать, что, собственно говоря, на какое время, через какое время сад, который мы делаем, будет декоративным. Сколько он должен сохранять, декоративность. И держать в голове, что через 15 лет все может поменяться. Если мы закладываем какой-то эффект в расчете на 15 лет, то мы должны к этому стремиться и подводить все к этому. Да, можно и на 20, можно и на 30, можно и на 100 лет рассчитывать, что парк будет там и размеры, и масштабы деревьев, соответственно, будут другими. Но кто знает, что там будет через 100 лет. Вот. И кто поэтому... Соответственно, а мы живем сейчас, и время движется у нас так, что... Ну, хотя у нас продолжительность жизни в 2 раза больше, чем 100 лет назад. Вы знаете, что до начала 20 века, до изобретения антибиотиков, средняя продолжительность жизни на Земле была 35 лет. И только с изобретением, с открытием антибиотиков и с массовых применениях она сильно увеличилась. То есть, но при этом, понимаете, что создавали крупные сады люди, которые их передавали из поколения в поколение. Да, там менялась генерация, кто-то разорялся, продавал и прочее. Но это был другой образ жизни. Это была другая динамика жизни. Это были крупные землевладельцы, крупные аристократы, так скажем. Промышленные, промышленники, когда буржуазии стали создавать сады, ну, можно отследить, что это все очень ненадолго. То есть, это от семьи к семье переходит гораздо быстрее, чем у аристократов переходило. Поэтому нам не надо рассчитывать на то, что это мы создаем на века, особенно если это частные сады. Ну и, например, использование массива в городском озеленении, например, в Стокгольме, в Швеции, в Упселе, вот, из кустарников, смотрим, заполнение во дворе, да, в этот полное заполнение том или ином виде кустарниками, среди них деревья растут, вот, создающие тень, массивы кустарников, ну, в Шанхае, да, крупные массивы в современных парках. То есть, это, собственно говоря, чем надо вдохновляться. И как не надо, мы видим, да, и как у нас в городском озеленении особенно часто происходит, да. Вот, то есть, видны сразу все проблемы, да. Посадка либо в слишком узкие освобожденные от полоски, слишком узкие освобожденные от дерна, либо прямо в газон, и все мы понимаем, что это будет повреждаться, что это будет страдать, что это будет мучиться, и никакого вида никогда не будет иметь. Ни само по себе, ни дизайна тут нет, ни, собственно говоря, сами растения обречены. В том или ином степе. Вот тут вот мы, видны примерно расстояния, на каких мы размещаем, соответственно, растения. Вот горные сосны, метр двадцать, метр тридцать, там берем шестьдесят-семьдесят размерчик. Вот, дерены сто тридцать, сто пятьдесят сантиметров между. И более спире японские, где-то пятьдесят, ну, сорок-пятьдесят сантиметров. И лобчатки так же. Мелко видно, но вот тут уже в более поздний Джон воткнул как раз эти боярышники, тут осенние фотографии. Вот, ну и тут, не знаю, насколько, нет. К сожалению, этот рисунок в Тифе был, Джоном, поэтому он очень тяжелый. Но вот видно, я покажу, вот видно кустарники, вот как он обозначает куртины. Четко, четко, четко вот это газон, например, вот один вид, здесь, соответственно, сосногорная, да. Здесь он там форзицию обозначил, здесь гортензия, вот. Дальше там пошел массив этого... Ух, сейчас вспомню. Вот вылетает название. Этот сорт-сем, этого, как его? Рябинника, да, рябинник, рябинолистный, да. Вот, рябинник, рябинолистный. Тут вот тоже, пока участок был 2,5 гектара, а не 3,5, и так сосна горная, дальше сирень. Вот, и так, собственно говоря, каждая куртина, каждая посадка имела четкие границы. Вот, к сожалению, надо было из автокада уже перейдем в автокад ввести. Вот, поэтому при посадке кустарников, конечно, можно ориентироваться на планируемую высоту и делить ее на три, да. Вот, кустарника. Ну, планируем высоту двух растений, делить на три, но, в принципе, это не совсем обязательно. То есть, это рекомендации лесоводов, рекомендации для городского зеления такие даются. Но, в принципе, для большинства сортов есть рекомендации создателей сортов через сколько из плотности на посадке на квадратный метр. И можно ориентироваться на нее. Но, если мы хотим создать эффект, какой-то эффект, нам лучше, определенный эффект, нам лучше задумываться, а как это будет расти самим и что это будет. И я сейчас немножко, так, бумага, да. Вот, расскажу тогда о поведении, в кавычках, о поведении кустарников в куртине и в массиве. Чем оно интересно? То есть, если мы сажаем кустарник солитерно, у нас ветки, ветви, ну, все понимают, чем кустарник от дерева отличается. У кустарника почки возобновления могут образовываться в основании побегов или в районе корневой шейки. Они примерно располагаются веером. И вот этот вот, если у нас куст небольшой, 50 сантиметров, примерно, ну, нас это не сильно волнует, что у него могут ноги оголяться. Вот, но если у нас он, например, там полтора метра, у нас получается, что крона вот здесь, а тут мы видим голые ноги. Для солитера это нормально. Вот, если он 3 метра высотой, тоже нормально, там сирень, например, да. Вот, но... Да, но для каких-то целей это совершенно нам не подходит. Если мы сажаем растения в массив. Вот, в массив. Ну, достаточно много вот так вот, ну, плоскости посадили растений. И как они начинают себя вести? Они меняют поведение. Они начинают вести вот этой группе, кустарники себя, как единый организм. Как это отражается? Как это происходит? Те, что находятся в центре, растут вертикально. Количество побегов у них в зависимости от плотности уменьшает, может уменьшиться. Если посадим сильно плотно, почему нельзя чересчур плотно сажать, например, ту же сирень, да, в такую куртину. Тут может остаться одна палка или бояржник. Часто вижу, что в центре куртины остается один стволик, который занимает вот свою зону в проекции очень небольшую. Ему хватает чуть-чуть солнца, вот. Соответственно, расстояние должно быть оптимально для того, чтобы эти кустарники создали достаточно, заняли достаточно много места здесь, да. Соответственно, они все вертикальные, основание у них оголено в центре. Что происходит с краю? С краю ветки, ветви начинают все более и более отклоняться. И отклоняются они гораздо сильнее, чем у кустарника, живущего одиночно. Вот. Практически ложатся. И у нас образуется талия иная куполовидная форма. Вот. Соответственно, почему край куртины выглядит лучше и интереснее, чем край, вот, одиночно, ну, вот, когда мы смотрим в проекции, да, смотрим на одиночно стоящий куст. Тут мы видим голые ноги, тут мы их не видим. Постепенно вот это вот закрывается. И вот эта вот куполообразность даже у, если взять вот на Марсовом поле крупные сирени, да, они тоже более-менее в куртинах раскрываются. Кизильники. Кизильник блестящий, крупный, в центре города. Пусть его немного стригут, но он тоже там до трех метров этот у Казанского собора, да, у нас. Вот. И, соответственно, они образуют в том или в той или иной, в том или ином виде купол. Да. Соответственно, вот это мы, это мы должны всегда учитывать, что в куртине, поведение в куртине, в массиве поведения у кустарников, оно сильно отличается от поведения кустарника, одиночно растущего кустарника. Ну и почему, почему, несколько слов о том, почему кустарники, с кустарниками мы можем делать, создавать массивы, и почему это не со всеми получается кустарниками. Ну, основа любого растения побег, да, побег состоит из стебля, листьев и почек. Соответственно, мы в первом приближении все растения можем разделить на деревья, кустарники и травы. Дерево имеет основной ствол, основную ось, от которой отходят боковые оси. У кустарников много осей, и если у дерева она живет, так скажем, в основном всю жизнь, у классического дерева, у кустарников происходит смена этих осей. Это основные, это основные принципы. В травянистых растениях, соответственно, надземная часть отмирает, сохраняется, сохраняется подземная. Кроме того, существует масса переходов между кустарниками и деревьями. Соответственно, существует масса классификаций жизненных форм, но нам надо понимать, что в разных экологических условиях, при разном воздействии, деревья, например, могут переходить в более низкую форму, при помощи стрижки мы это можем делать, либо при помощи ограничения питания, либо сильный ветер, либо морозы, прочее, переводят вплоть до сланцевой формы. То есть, полегание дерева, дуб монгольский, например, может достигать высоты 20 метров, а может расти до 2-3 метров в сланцевой форме, поднимаясь в горы. И вот такое происходит гора. Соответственно, переходить в главный ствол может теряться и повреждаться морозами или как-то по-другому, и, соответственно, дерево может переходить в многоствольную форму. Многоствольная форма, если они растут на открытом пространстве, они у нас ниже, чем того же вида, чем одноствольные, соответственно. И тут мы уже видим некую связь с кустарниками. Кустарники, некую похожесть на кустарники. У кустарники тоже, соответственно, имеют свою линейку модификаций. Соответственно, он у нас может сохранять один ствол очень долго и побеги образовываться от корней очень долго. Например, у дерена, у того же, да, почему мы, например, дерен белый, он очень долго может расти в виде дерева, в виде небольшого дерева без какой-либо нашей помощи. Я сейчас немножко отвлекусь от этого и на примере дерена расскажу, что происходит и почему его надо при посадке думать, для чего мы его используем. Иногда его используют как некий солитер на газоне, ну пусть у него там высота 2 метра будет, например, 2 метра, вот, ну и, соответственно, какая-то крона, да. И вот в таком виде он может жить, там, один ствол у кустарника, ну, например, у дерена живет лет 15. Но через 15 лет он умрет. Соответственно, если мы дерен посадим, как он сидел в горшке, например, купили, посадили, у него оставим один ствол, он так вот будет расти и будет в виде небольшого, в форме небольшого зонтичного деревца расти. Если мы посадим вот на этом высоте у нас несколько стволов, у нас будет несколько стволов. Но если нам надо провести омолаживающую стрижку, а у нас вот тут 3 ствола всего лишь образовались у дерена, и корневая шейка у нас располагается на уровне земли, или на уровне земли не загублена. Почки возобновления вот эти вот у дерена просыпаются очень-очень сложно. Если мы вот так обрежем, то проснется, пробуждается довольно мало вот этих спящих почек, и они года 2-3 пройти могут, прежде чем он образует новую крону. Поэтому в куртине, когда мы сажаем в куртину дерен, мы его стали заглублять. Если мы его заглубляем, то вот почки, находящиеся под землей, они просыпаются, не дожидаясь, пока мы его обрежем. У него появляется больше побегов. То есть заглубив его на 10-15 см, мы заставляем просыпаться периодически вот эти вот почки, которые находятся под уровнем земли. И это вот особенность кустарников. Если у деревьев мы стараемся, по возможности, никогда за редкими исключениями, если мы не хотим получить кустовую форму ивы, например, переход у них у всех между деревьев и кустарниками, мы не заглубляем корневую шейку, то у кустарников надо смотреть, для каких целей мы их сажаем. Почему? Некоторые кустарники прекрасно существуют, например, спире японское, если мы ее обрежем, вот у нас она, например, растет из одной точки, маленький укороченный основной стволик, и она разветвленная. Если мы обрежем, они на эти почки проснутся мгновенно, и опять новая крона будет. А некоторые кустарники типа дерена белого, новую крону будут, если мы их не заглубим. Из почек надземных почек восстанавливают очень медленно, поэтому мы их сажаем с заглублением. То есть то, что корневая шейка не должна заглубляться, это не абсолютная истина. Для каждого конкретного случая, для каждого конкретного растения надо об этом задуматься. И у большинства кустарников они устроены так, что мы можем их заглублять. Вот, вопрос, нужно ли это нам. Соответственно, если некоторые мы заглубим, мы получим слишком много порослей. Но в массиве это неплохо. Если у нас, ну вот мы воспринимаем, например, кустарниковую форму, переведенную на пирматополь, мы выращиваем как кустарник. Если мы его заглубим, он еще начнем резать очень сильно. Он даст много порослей, а поросль у них и отпрысков плюс. А эти отпрыски могут там через 5-6 метров и дальше. То есть у него активизируется вот эти корневая поросль. Вот, а тут нам как раз не надо. Соответственно, тополь мы сажаем как дерево, но режем над землей довольно низко. Вот, соответственно, существует... Кто-то, кто-то хотел? Если вопросы есть, задавайте. Скажите, пожалуйста, вот Локсик здесь, например, дает поросль. Вы вообще как ограничиваете эти куртины? Если вам не надо, чтобы вылезло на газоне где-либо там... Ну, на газоне он скашивается, вот, а скашивается и все. То есть это... То есть на это внимание не обращаем? На это внимание не обращаем. До того ограничения в яму? Значит, плюс мы его стараемся сажать там, где он ограничен. Может, дорожкой быть, либо площадкой, либо еще чем-нибудь, да. Не дорожку лежит. Ну, смотря какое основание там. Вот, соответственно. Плюс мы... Сейчас вот... Сейчас есть новые сорта, которые мало поросли дают. Сейчас я... Потом список будем смотреть, кустарник. Я посмотрю там, может... В прошлом году мы купили в... В СПР какой-то новый сорт. Он высокий, с плотной кроной лоха. Вот. И дает очень мало поросли. И отпрыски у него недалеко убегает. То же самое, например, с облепикой хикул. Она дает поросли. Но она не на 5-6 метров убегает. Она там полметра. Вот. И, соответственно, это можно контролировать. Вот. Плюс можно сажать в такие места, где это не страшно. Вот. Ну, выросла и выросла, да. Вот у нас есть участочек, где... Сейчас не помню, тут попадался он на фотографиях. Есть участочек, где посажена сосна, береза. Сна обыкновенная, береза. Оно тут только верхушкой облепихи это видно. Вот. И облепиха. Но и вырастет она где-то там... Самое еще... Вот. Она в самом одном месте залезла под сосну. И под... Нет, не под сосну. Под иву ломкую. Залезла. Ну, пожила она там два года и сдохла. Вот. И вы ее забила. Вот. Соответственно, в массивах, да, если рядом более сильное растение, оно не позволит залезть на свою территорию. Конкуренция и корневая, и корневая, и подавление кроны, оно существует. И тень дает, и дают соседние растения. Соответственно, вот, сажая в куртину, мы еще и над этим задумываемся. Каждое растение займет свою площадь. И если оно... Его отпрыск вылез среди других кустарников, ему еще надо пробиться. А если эти кустарники будут подавлять его, да. А если обрезать, и там... Ну, там не так много сил, как правило, на это тратится. Вот если нужно, можно обрезать. Так, значит, с формами. Да, и понятно, что между кустарниками и кустарники в горах приобретают, приобретают, поднимаясь в гору, приобретают подушковидную форму. Так, эволюцию мы пропустим. Вот. И, соответственно, вот, дерево. Может дерево приобрести подушковидную форму, превратиться в кустарник. А может кустарник приобрести подушковидную форму, и это закрепляется. Как это происходит? Так, смотрите. Значит, вот у дерева, у нас, у большинства деревьев, у нас есть лидер, так называемый. И за счет того, что он, осевая почка, существует так называемое пекальное деминирование, осевая почка всегда сильнее, она подавляет развитие боковых. Но, со временем, у кустарников, когда они начинают расти, у них происходит примерно то же. Но, со временем, у кустарников меняется, снижается это пекальное деминирование, оно снижается. И переходит к дихотомическому ветвению. Причем, вот это ограничение, если мы у кустарников сделаем обрезкой, то есть срежем, мне бы, конечно, какой-нибудь побег. Вот, например, да, вот мы срезаем, например, ну, к примеру, яблони, да, вот, срезаем на треть, ну, вот, например, на этом побеге. Если мы срежем вот так, у нас проснется несколько почек в основании сразу побега. И они, блин, будут примерно равные. Причем, чем сниже мы срезаем, тем сильнее, более сильный побег выстреливает. Да, соответственно, если, когда мы стремимся сделать подушковидную форму, мы сначала выгоняем скелет, да, то есть в массивах кустарники приближаются, да, к подушковидной форме. Сначала выгоняем скелет на нужную высоту, как нам нужно, а потом стрижем верхушки. Обрезаем достаточно сильно, просто садовыми ножницами. И мы снимаем так называемое опекальное доминирование. Еще раз про опекальное доминирование, да. Сейчас я открою где-нибудь с ауксинами картинку. Вот. А подробно по биологии не будем. Значит, про опекальное доминирование. Значит, условно, вот верхушечная почка, вот побег. Здесь у нас еще какое-то количество почек. Верхушечная почка посылает сигналы, неважно какие они. Вот. Которые подавляют в том или ином виде развитие боковых, вот этих ближайших почек. Чем дальше, тем больше вероятность, что почка проснется. То есть, вы наблюдали, что вот эти почки, они просыпаются, пробуждаются, да. Но побегов не образуют у яблонь, да. Образуют почки, отстоящие от верхушечной. Как только мы снимаем, убираем вот эту вот почку, да. Либо она превращается в цветочную, да. У сирени, например. Боковые почки пробуждаются. Или уродо-денена. Вот. Если мы сделаем обрезку, эту с обрежем, эти, это, это, у нас пробудется больше, больше, больше. И, соответственно, что нам делать, когда мы ножницами снимаем там, или секатором, да. Достаточно много веток. Нам не нужно обрезать низко. Вот мы сформировали скелет на нужную высоту за там, несколько лет, да. А дальше нам надо поддерживать. Мы снимаем относительно немного. Другой подход, да. Если у нас побегообразующая способность высокая. И вот этот вот веер, да, он красиво выглядит и хорошо выглядит. И нам не нужно ветвление. У нас снизу образуется достаточно почки. Мы, например, у того же дёрена, если он загрублен, да, можем на пене обрезать его, да. И у нас каждый год образуется достаточно высокий веер. Ну и в середине лета, если нам надо подровнять эту, какую-то форму придать, мы можем её придать, да. То есть вот два подхода. И в принципе, наблюдая за силой роста того или иного кустарника, за тем, какой мощности почки, побеги он образует, можно это всё регулировать. По обрезку мы тогда ещё немножко поговорим. Так, ну и про посадку кустарников. Про посадку кустарников. Вроде бы что сложного, да. Что сложного? Кроме того, что мы расставили их на нужном расстоянии. Но дальше начинается тоже много интересного. Ну, во-первых, мы приобретаем кустарники с открытой корневой системой, с закрытой корневой системой, причём закрытой может быть в горшках, может быть в коме. Крупные кустарники в крупных комах, это практически как деревья мы их получаем. И что мы должны помнить? Ну, во-первых, для кустарников мы готовим, как правило, сплошную, мы не готовим ям, как правило. Мы подготавливаем сплошное, кроме самых крупных там, которые как солитер работают, мы подготавливаем сплошное пространство. Очищаем его от травы, что вот на предыдущих там не было сделано в фотографиях. И далее. Соответственно, в это подготовленное пространство нам надо высадить. Если у нас в горшках, на что мы обращаем в первую очередь внимание? Кустарники, и особенно хвойные, ну, хвойные, они не условно кустарники, это кустарникоподобная форма, они, как правило, в один ствол растут всё равно практически. Они способны образовывать боковые придаточные корни, поэтому у них нет тех проблем, с которыми мы можем столкнуться у деревьев, выращенных в горшках. Но всё равно, если мы передержали, если производитель передержал кустарник в горшке, у него начинают идти корни по кругу, да? И, соответственно, когда мы его достали, вынули, высадили, происходит то, что они продолжают идти по кругу. И душат себя, они не выходят из этого объёма. Поэтому что надо сделать? Надо взять горшок и разрезать, в зависимости от, ну, самое, достать из горшка и разрезать ком. Вот, соответственно, после этого корни разрезанные, часть отмирает, а часть начинает расти наружу. Либо просто разорвать, если это небольшой горшок. Многие об этом забывают, как ни странно. Вот, далее, с, и мне, как бы, вот, рабочие, бригадиры все об этом, с одной стороны, знают, с одной стороны, говорят, но иногда периодически забывают. Поэтому об этом приходится напоминать. Далее, у, иногда почему-то стремятся садоводы, не садоводы, а ландшафтники делать очень глубокие. Готовят на 50-60 сантиметров ямы, либо слой для небольших кустарников. Ну, для больших, понятно, что большие сажаем. Есть такая, есть такая, сейчас я посмотрю тут. Так, сейчас у деревьев лучше посмотрите. Да. Вот, для деревьев, ну, посмотрим, для и кустарника, для крупных кустарников то же самое. Вот, если мы создаем яму, да. Вот видите, что тут корни растут только в верхней части. А почему? Собственно говоря, у нас в природе основной питающий плодородный слой, особенно в нашей истории, это 15-20, максимум 30 сантиметров местами, ну, до 40 только на известняках в Ленобласти. А так, аэрируемый слой, в котором происходят процессы пучвообразования, в котором максимально высвобождается питательные вещества, которые растения могут условить, он составляет от 15 до 20 сантиметров. И, в принципе, корни получают питание из этого слоя. Глубже нужна только структура для корней, аэрируемая структура для корней, которые будут добывать воду. Будут добывать воду, и в какой-то степени азот, который оседает, который переводится из атмосферной формы, связывается в капиллярах почвенных. Все остальное, почвенное питание, происходит в аэрируемом, доступном для кислорода, слое. Понятно, что если у нас рыхлая почва, то этот слой глубже. Если у нас плотная почва, то малопроницаемая для воздуха, то этот слой меньше. Поэтому пихать на глубину, особенно в плотные слои, какую-то органику, за исключением, может быть, торфа, тем более быстро разлагающийся, нет никакого смысла. Все органическое удобрение вносится, ну, верхнее, есть смысл носить верхнее 20-25 сантиметров. Все, что глубже, оно будет гнить без доступа кислорода. А для кустарников мы не можем, как для деревьев, сделать аэрирующую подводку. Если для деревьев, да, для деревьев как этот вопрос решается? Либо делается яма более широкой, да, соответственно, в нижнюю часть, в нижнюю часть мы заполняем просто каким-то рыхлым субстратом, разрыхляем, добавляем песка, вот материнский субстрат, плюс песок, например, либо с добавлением гравия. Да, либо, либо для деревьев мы можем заложить, ну, на среднеплотных почвах, так скажем, положить вниз немного гравия, так я тут по экрану вожу. Вот, немного гравия там сантиметров, 15-20-30 щебня, вот, без разницы, чем больше, тем лучше, как правило, для дерева. Вот, и провести дренажную трубу с выходом наверх, соединить ее, чтобы у нас проходил кислород. Вот, тогда у нас, тогда у нас воздух будет проходить, и увеличится объем почвы, где снабжаемая кислородом, и она будет более, ну, на более глубокую, на большую глубину. Но для кустарников, особенно в массиве, мы это, это нам не нужно, и мы этого, как правило, не делаем. Поэтому, большинство, самую большую часть удобрений, особенно органических, мы вносим, вносим достаточно поверхностно. Обычно мы даже при посадке их не вносим, мы после посадки вносим в приствольный круг. И эффект гораздо лучше, чем если мы, гораздо лучше, чем если мы вносим, вносим, перекапываем с этой, с органикой на очень большую глубину. Далее, с открытой корневой, пересушенные, да, все знают, что делать. Соответственно, переполучаем и замачиваем хотя бы на 10 часов. Вот. С кустарники, кустарники выкапываются, как правило, машинами, пакуются, транспортируются. И сколько они пролежали, сколько они были засушены, сколько они засохли, никто не знает. Ни один производитель вам точно не скажет, сколько они до вас будут транспортироваться заранее. А если вы покупали их еще, вот представьте, да, выкопали в питомнике, потом вы покупаете в садовом центре их, да. В садовом центре получили, они у них повалялись на там полдня, прежде чем их прикопали там. А может у некоторых садовых центров, я не имею ввиду Европлант. Вот, и день, и два, и три высохли, потом их, не отмочив, воткнули в землю. Вы там через 2-3 дня покупаете, они обезвожены. Соответственно, что мы делаем, мы добавляем немножко кислоты, там лимонной, уксусной, в воду. И замачиваем фактически целиком с ветками, особенно это отскрытый корень без листьев, соответственно. Ну и с каким-нибудь стимулятором можно, соответственно, корнеобразование. А сколько кислоты? А там что-то чайную ложку примерно на ведро лимонное, если. Вот, там немного. Там слегка подкислить, надо, чтобы реакция была, ну, слабо кислая. Вот, тогда проницаемость мембран корневых увеличивается, вот, и насыщаемость водой, ну, легче. Не только в корнях, но легче насыщается водой ткани. А стимуляторы корнеобразования? Угу. Вот, и плюс, например, Эпин, Циркон, они только в кислой среде работают, в щелочной они работают. Вот если вот эти стимуляторы используют, то нужна кислая среда. Поэтому слегка подкислить воду очень даже полезно. Вот. Соответственно, после этого, после этой процедуры, да, соответственно, высаживаем, ну, соответственно, яму, самую яму или траншею или прочее, так же, или площадь сильно-сильно-сильно проливаем, заливаем, вот, и дальше сажаем. Вот. Либо, если этого нет возможности, заливаем фактически сразу после посадки. С мульчированиями примерно так же, как и с деревьями. Мульчируем сплошным слоем. Если деревья там, может, только круг, то тут сплошным слоем мульчируется все, мульчируется все, вся куртина. Рекомендую 3 дюйма, соответственно, 10 сантиметров. 10 сантиметров. С мульчой, значит, что мы делаем? Иногда при больших объемах, конечно, кору использовать. Кору использовать, она эстетичная, но ее использовать дорого. Мы используем торф. Как нейтрализованный, так и кислый. В зависимости от того, какие у нас растения. Вот. Можно взять 5 сантиметров торфа и 5 сантиметров коры сверху. Тоже неплохо получается. То есть, экономия получается на лицо при больших объемах. А еще вопрос. Угу. Из стимуляторов корнеобразования вы такой предпочитаете? Смотрите, если... Мы сейчас обнаружили, что если с растениями все хорошо, то фактически им ничего не нужно. Ну, при замачивании. При замачивании? Ну, мы цирконом, как правило, пользуемся. А на самом деле, мы пробовали циркон, кризоцин, краневин. Гитаруксином сложно работать. Он быстро приходит в негодность. Соответственно, его с ним... Ну, надо и получать его свеженький, и использовать быстро. Вот. И разводить, соответственно, очень аккуратно. Что еще? Пин, кризоцин. Ребаф. Да. Ребаф экстра. В принципе, эффект примерно одинаковый. Что-то еще. И что мы еще использовали? В больших канистрах, как называется? Не помнишь этот мы брали в этом году? Забыл? Так. Значит, мульчирование... Мульчирование обязательно. Мульчирование обязательно снижает... Снижает очень сильно испарение. Значит, в горшках, если пересушено, да, у нас всегда контейнеры на площадке есть. И если там кто-то из буржуев, там, говорит, что не надо там замачивать, там, слегка погрузить горшок, там, на, есть. Мы замачиваем полностью, чтобы они пропитались водой, хотя бы час-два, вот. И тогда в торф намокает, и дальше уже можно, растение может из торфа поглощать воду. Ведь выращенные в горшках, выращенные в торфе, что многолетники, что кустарники, они достаточно уязвимы, потому что торф, он как быстро поглощает, так и быстро теряет воду. И если он пересох, да, дальше уже бесполезно, в курсе, да, все, что сверху поливать бесполезно. А вот мульчируете торфами нейтрализованы? В зависимости от того, что... Вот, чаще нейтрализованы. Дальше поливать бесполезно. Торф высох, сохся, у вас получилась щель между горшком и стенкой, и вся вода проходит мимо. То же самое в прикопе получается. Если прикопали, то есть достали из горшков, прикопали, не замочив, разница в плотностях, разница во влажности такая, что промачивается земля вокруг, а в горшок, внутрь торфяного кома она проникает очень медленно. Поэтому все-все-все замачиваем по максимуму. Значит, что еще, чтобы сильно не загружать... Да, с обрезкой. Значит, обрезать на самом деле перед посадкой, если мы получили в горшках и все в порядке с растением, можно, естественно, не обрезать. Если с голым корнем мы режем достаточно жестко, режем там на две трети, совершенно спокойно снимаем. Иногда оставляем 10-15 сантиметров там у кизильника. Вот. Плюс, например, в зависимости от цели, что нам надо получить. Если мы сажаем в изгородь, либо в плотный массив, в кустарники, да, тот же боярышник, если его не обрезать, там, получаешь молодой боярышник, вот, у него голый ствол, и вот наверху там несколько веток. Если его не обрезать фактически на пень, у нас этот голый ствол закроется лет через 6-7, только не раньше, вот этими боковыми сосащими ветвями. Соответственно, не жалеем, чтобы у нас была плотная куртина, если вдруг с открытым корнем получаем, в этот самое, соответственно, режем, не жалея на пень. Причем это без разницы, когда делать до посадки, после посадки, можно сразу совершенно спокойно, совершенно спокойно резать. А если пришли, вот сейчас все цветов, они дают, грубо говоря, метр кустарник, но его обрезают там, и он приходит сюда, к ним, обрезанный очень кардинально. Если получаешь в заявке заказ на метр, а получаешь, ну, дай бог, там, 25 сантиметров, то что с ним делать? Они обрезали их там уже, и вот они шли, и мучились, и сколько они шли через того, что... Нет, а смотрите, им наоборот облегчили жизнь, то есть ветви длинные, да, они так или иначе все равно испаряют, они все равно испаряют. Но смотрите, у кустарников, если у него хорошая корневая система, так же, как у деревьев, так же, как у деревьев, собственно говоря, почки достаточно быстро пробуждаются и достаточно быстро восстанавливают крону. Если вот куст с... куст, поэтому клиенту надо просто это объяснять, если там метровый сметя, а тут у семи цветов, а тут вот получаете такое. Гортензии, смотрите, в чем суть. Вот у нас первого года побег вырос, да, с обрезкой. Вспоминаем про апекальное доминирование. Он один, да, если мы обрежем, оставим его такой. Например, у нас пойдут вот тут вот ветки, и у нас будет палочка с кроной вот здесь вот. Что они делают? Они, соответственно, обрезают, да, и у них пробуждается несколько вот этих почек, да, первый год. Потом, соответственно, ну, в зависимости от горшка, и, соответственно, они вам вот это продают. Вот, либо они вот эти вот пошли, да, и они их опять обрезают, соответственно, еще больше тут проснулось, проснется. И этот куст сформируется, и это нормально. И это нормально, и это хорошо. Потому что если вы получите вот такую палку и не обрежете, то, во-первых, ну, в горшке это еще нормально, да. Но если они там жили в теплице, у них был там стопроцентный полив и прочее, а тут будут, например, перебои с поливом, и еще. Ему надо укорениться. Сначала, по весне, растение дает корни, а тут у него начнут раскрываться листья, они будут выпивать слишком много. Объем-то корней в дядочке очень маленький, и в это самое корни не справятся, соответственно, с потребностью листьев в воде. Соответственно, вот эта вот радикальная обрезка, как для дерева, особенно выкопанного с небольшим комом. Давайте, кстати, про параллельно и про деревья поговорим. Про деревья у меня тут... То есть мы его не режем, когда мы получаем уже обрезанное? Нет. Нам его в этом году не надо. Посадить, оно сформирует скелет. А дальше уже, смотрите, вот в первый год, в конце первого года обрезали, оно скелет сформировало, а дальше, в зависимости от потребности, либо мы обрезаем низко, чтобы сформировать новые скелетные ветви, они опять будут длинные, либо вот как тут вот по верхушкам, на многолетнем показано, и тогда у нас более короткие веточки будут образовываться боковые, и тогда у нас будет подушка. Но сначала нам надо сформировать скелетные ветви у кустарника, которые живут долго, у той же гортензии, например, да? Вот, и дальше уже, только когда у нас сформированы скелетные ветви у кустарника, мы можем обрезать, ну, обрезать верхушки там на 15-20-30 сантиметров, в зависимости от необходимости, вот, и, ну, на треть, на половину прекрасно можно снимать. Если ниже, у нас опять будут длинные хлысты, вот, а вот на треть, на половину, если мы снизим, то у нас проснется больше почек, пробудимость почек увеличится, мы снимем пекальный димин, у нас образуется больше боковых веточек, да, соцветия будут мельче. Если нам, у той же гортензии, например, да, нам надо получить, получить красивый куст округлый в массиве, да, мы срезаем только верхушки, ну, у крупных кустов. Если нам, если нам надо получить гигантские соцветия, мы обрезаем на две почки, то есть, вот, у нас побег. Так, вот у меня уже все зачеркано. Так, у нас, вот побег гортензии, да, у гортензии супротивное листорасположение, ну, вот, длинный такой вот, нарисуем. Вот, вот верхушечная почка. Если мы ничего не делаем, у нас, ну, это тоже может две образовываться, иногда одна, ну, как правило, у нас она отмирает. Если мы ничего не делаем, вот эти вот проснутся, эти проснутся, эти тоже могут проснуться, и на каждом из них образуется по-небольшому соцветию. Ну, и эти просто в этим, ну, в вегетативные побеги. Ну, если у нас скелет сформирован, то есть, вот, скелет гортензии, может, тут все на каком-нибудь книжечке тут, сейчас посмотрим про гортензию. Ну, вот, например, вот, да, скелет сформирован. Не для гортензии, но, в принципе, то же самое, да. И мы обрезаем после развилки, вот на этом скелете, оставляем по две почки. Из них образуется, убираем лишние веточки, да, вот, оставляем по две почки, из них будут образовываться крупные соцветия. То есть мы, вот, например, у нас там 5, 6, 7 междоузлей, да, присутствуют. И мы оставляем только нижние, нижние междоузли, одно или два. И из него у гортензии тогда вырастают побеги, которые, которые закладываются очень крупные соцветия. Ну, да, да. У сирени, у сирени, бывает, после, смотрите, после цветения еще, что у сирени можно сделать? Бывают волчки, некрасивые выскакивают, и они возвышаются над кустом, портят форму и, как правило, не зацветают. Но если их обрезать, ну, в конце цветения, сирени, то, как правило, на них тоже закладывается хорошее количество цветочных почек. С рододендронами то же самое. Рододендрон даурский, рододендрон особенно каролинский, рододендрон, да и многие другие, вот эти особенно, они выстреливают, у них хорошая форма кроны, плотная, у даурского и каролинского, особенно их сортов можно сформировать. Подушкообразная форма кроны, они хорошо в массиве смотрятся, хорошо цветут, фактически вот поляна очень плотная, там от полуметра до полутора метров цветущие получается. Причем они даурские, ледебуры, они до минус сорока, прекрасно, сорока пяти даже выдерживают и градусов, и зимуют прекрасно без укрытия у нас. Вот. Но у них бывает, что выстреливают там полметра побег и прочее, и вот что с ними делать, да, в конце цветения просто их обрезаем до того, как они начали адреснять, и они успевают заложить цветочные почки. Сколько оставить? Сколько нужно. Примерно по уровню, там уже без разницы, у вас уже этот, как бы, уровень задан остальными побегами, они выскочить могут на полметра, и вот это выглядит неряшливо, некрасиво, соответственно, быстро с секатором пройти и прочее. Если у нас, если нам надо, например, многие сорта Каролинского, они, ну вот полтора метра, а нам надо создать какой-то массив или бордюр, или там изгородь высотой там 60-70 сантиметров, да, мы начинаем поступать так же, как, например, со спире японской. Но стрижем не в любое время, как спире японскую, там, вот, ее можно в любое время подравнивать, а сразу после цветения, когда они отросли, например, наполовину своей длины, там, до, там, 15 сантиметров, и просто секатором пополам их убавили. Они становятся, закладываются больше боковых точек, боковых почек, он становится плотнее, и он образует низкую подушку. С переводом некоторых азари в подушковидную форму тоже самое. Мы один раз наблюдали у наших заказчиков, мы им посадили, я не помню, какие азари, но у них по описанию где-то метр-полтора высота должна быть. Они их не укрывали, мы через пять лет приехали, они говорят, а они у нас цветут каждый год, мы их не укрываем. Я говорю, как, давайте я покажу, все хорошо с ними. Я прихожу, она высотой 30 сантиметров, это азалия, но диаметром где-то метр-двадцать, метр-тридцать. И вот такая подушка у них, совершенно спокойная, с легким, под легким снегом, прекрасно растет, цветет, ну, недалеко от дома, но вот, соответственно. Соответственно, мы после этого стали резать, там, где азалии не предполагаются укрывать, мы стали их резать низко сразу. То есть, вот эти вот ветки, мы получаем с такими ветками, режем низко, режем еще раз, и, соответственно, пока не образуется, то есть, убираем апикальное доминирование, заставляем их ветвиться, и образуется такая вот, в Чикагском ботаническом, мы видели, точно так же поступили с магнолиями некоторыми, достаточно зимостойкими, и перевели из высокой формы в подушковидную, где-то до метра высотой. Вот, то есть, перевод такой вот искусственный в подушковидную форму, он имеет очень много разных вариантов, преимуществ и прочее. Да, да, ради бога. Можно все ветки обрезать в первый же год после посадки, она нужна, или все-таки оставить какую-то... Все. ...веку для... Даже если там просто останется трепалка. Все. Почки проснутся все равно. И оно переживет такой ситуации. Да. А омладеть, когда-то, например, переросит старый, омладеть можно или... Да, но радикально. У нас было. Первый раз мы такое делали, потому что ветки засохли. Несколько веток засохло. И куст стал некрасивым. Мы весь срезали на пень. Очень быстро. Проснулись в течение месяца. Проснулась у роддзендра, просыпаются очень быстро спящие почки. Главное сделать это весной. Ну, надо бы очень закрыть, углубить. Нет, нет, ничего. Ну, вот самое мульча, мульча, мульча корни, он испаряет меньше. Соответственно, тут вот это без разницы. Да, соответственно. И листопадные, и вечно зеленые у нас. Мы с этим экспериментируем. Да, с омоложением очень... С ними очень все просто. Как ни странно, они очень хорошо у них пробуждаются спящие почки. Вот. А не тут? Цвет... Да, да. То есть он формирует заново крону. То есть, если он не больной, если там нет грибковых заболеваний, да, то есть он переформировывает крону. И вот ее уже можно заново. То есть у нас... Можно рискнуть такие вот уже красивые литодены, наверное, омолодить, обрезать. Да, в принципе, вот... Вот так вот, да, вот так вот омолодить совершенно спокойно можно, да. Вот. Заказчики этого, как правило, не понимают. Вот. Но если ему страшно, если он перерос, если он не походит по форме, да, это можно сделать. То есть мы, как бы, в этот... Мало того, что тогда просто в сторону отсадили, в этот самый первый раз, когда у нас это случилось, в сторону отсадили, думали, там, заберем, если что. Даже, по-моему, замени, на замену что-то привезли этим роденом. Но они прекрасно образовали новую крону. Причем после этого мы не стали бояться. То есть они на 3-4-5, на 10-летней древесине прекрасно просыпаются у них почки. И чем раньше это сделаем, тем... Когда он не перерастает. Когда барбарис оттаски, он очень перерастает быстро. Он растет медленно, а потом же нарастает годовинно. И вот эти три палки. Его можно? Его можно. Вот барбарис, в отличие от дерена, он очень хорошо, у него тоже очень хорошо просыпаются вот эти спящие почки боковые. То есть и побега... Да. Да, но подсыпать, да, его лучше либо сразу заглублять, либо подсыпать слегка. Барбарисы, они не настолько любят переносить заглубления, как, например, эти дерены. Да, и, соответственно, про экологические условия мы сейчас особо не говорим. Например, с... Та же сирень, да, ее можно заглублять, но не на тяжелых почвах. Вот, заглубляем только корнесобственную. А нет, самое без разницы. Потому что, если мы заглубим на легких почвах, если мы заглубим на легких почвах привитую и прививка низкая, есть шанс, что мы ее переведем на собственные корни. Небольшой шанс, но есть. Значит, про сирень все знают, да, разницу в привитых и в чем разница между привитыми и корнесобственными. Надо рассказывать? Надо. Надо? Значит, смотрите, сирень, 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 во-первых, мы ее сажаем как отдельно с солитерами, то есть мы в некий массив добавляем, разбрасывая там между соснами, между... То есть получается смешанный массив, так скажем, между другими кустами, либо группой. Максимальная группа вдруг сделал, по-моему, из сиреней там 15-20 штук. То есть фактически массив получается. Вот. И сирень привитая, когда у нас, ну вот, стволик, подвое, вот здесь вот привили, обрезали, привили и сформировалась крона. То есть вот это вот от одного растения, вот это от другого получается. Соответственно, все почти сирени дают очень много порослей, за редкими исключениями. Соответственно, нам надо следить, чтобы вот здесь порослей не было. Ствол у кустарников не настолько долговечен, насколько у деревьев. И если у сирени средний возраст, средний возраст одного ствола, она в среднем живет где-то 20-25 лет. Через 25 лет вы можете с ней попрощаться. Но это в лучшем случае. Но привитая, да. Это в лучшем случае. В худшем случае, если она привита, например, на венгерскую сирень. Совместимость подвое с привоем у венгерской обыкновенной сирени очень небольшая. И отторжение генетическое, отторжение тканей из-за несовместимости тканей может случиться через полгода, через год, через два, через три, через десять. Никто не знает. В любое время. Поэтому, если вы получаете, сажаете привитую сирень, например, обыкновенную привитую на венгерскую, вы должны быть готовы, что вы распрощаетесь с ней в любой момент. Почему привитых больше, чем корнесобственных? С корнесобственными существует следующая засада. Как бы, да, с корнесобственными живут 150-200 лет в куст. То есть, несопоставимо. То есть, посадил, как бы, и проблем нет. Проблема в том, что корнесобственные сирени очень сложно размножать. Размножаются они либо отводками, либо черенками, либо меристемой. Три способа. Семенами теряется сорт, понятно. Значит, отводками. С одного куста маточного можно получить 10-15 отводков, не больше. У некоторых сортов сирени очень небольшая побегообразующая способность. То есть, они дают марл поросли. Соответственно, отводков можно получить очень мало. С одного куста сирени для приливки можно получить там тысячи, десятки тысяч с большого куста. Ну, вот самая почек, которую можно привить. Соответственно, нужен большой маточник, большие маточники, площади для маточников. Поэтому питомникам это не сильно выгодно. Поэтому корнесобственная, если у нас отводочная плантация есть, она будет стоить, естественно, дороже, чем привитая. Значит, а приживаемость черенков у разных сортов от 10% до 90%, в зависимости от сорта. Некоторые больше 10% не укореняются. С любыми стимуляторами, чем бы ни пробовали, дает, ну, 10-15% укорененных черенков. Очень маленько. Какие это сорта до 90%, соответственно, с ними проблем нет. С прививкой минимальная приживаемость 90%, от 90 до 100%, когда прививка там окулировка. Поэтому тоже выгодно получается. Но в итоге, что мы получаем? Мы получаем материал, который, ну, сажаем заказчикам, и они, может быть, с ним расплощаться. Кроме того, привитая сирень у нас это а-ля деревца. Да? То есть это солитер. Удастся нам в хороших условиях сделать ей достаточно крупную фаброну хорошо. Она разрастется, не удастся, будет чахлик. На самой, на тонкой ножке. Вот. И прочее. То есть не, самое, подобрать условия. С посадкой надо всегда помнить, что она не любит пересыхания, перелива, любит с аэрированной почвой, любит пожрать. Вот. Если этого не обеспечить, то после пересадки она очень-очень долго акклиматизируется. У нас, вот на участке, мы с Бруксом работали в одном месте, должны были до нас убрать подстилающий слой, очень плотный, глинистый. Он там где-то вот 7 сантиметров. Нормального грунта потом 7 сантиметров было насыпано предыдущими хозяевами. Видимо, участок выранил какой-то ил, глина, какие-то растительные остатки. И он как этот. Его фактически там вот отбойным молотком надо было брать. Вот. И мы там в этот самое посыпали еще, получилось довольно много, и мы посадили. Но поверхностные воды, вот там оказалось, там при смене планировки, поверхностные воды, они скапливались в этом участке. Нам через год все сирени оттуда пришлось убрать, потому что там оказалось очень сыро. Вот. Плюс поливальщики у нас еще там, в это самое, мы убираем этот, не наши поливальщики были. Вот. Мы убираем их систему полива из этого места. Они опять ставят, клиент сказал поставить. Вот. И в итоге там оказалось очень сыро, пришлось убрать, вынуть опять весь грунт, сделать небольшой холм. Вот. Этот подстилающий, чтобы там уже все хорошо было. Вот. Поэтому с сиренями все, все крайне неоднозначно. Так. Ну и... Скажите, пожалуйста, вот про гортензию. Когда нужно ее обрезать, чтобы были крупные соответствия? Либо осенью, либо весной. В Москве они считают, что у них... В Москве они считают, что у них очень сильные морозы, и если осенью обрезать, то будут повреждены. Я не заметил, чтобы она повредилась. Другое дело, что мы стараемся обрезать по весне, там, где возможно, потому что сухие соцветия, они создают очень красивый эффект. Они создают очень красивый эффект, и... Соответственно, количество питательных веществ, если обрезали до распускания листьев, до начала стокодовижения, ну, в марте, например, мы обрезали, там, или в начале апреля, если холодно, вот, то оно не меняется. То есть это не сильно расходуется. Конечно, можно там и в сентябре, и там в этом, в октябре обрезать, когда она там уже в конце октября, тогда вот сама, но примерно тот же эффект будет. Я не заметил разницы, вот, с обрезкой. Вот, еще, и когда полость не обрезаем, когда какие-то, в каких-то местах, ну, либо слишком влажно, либо перекормлено, вот, и видно, что они повалятся, и снегом поломает их, от снега поломается. Можно еще сказать, почему лучше осенью обрезать? Потому что весной неизвестно, какая погода будет, а гортензии хорошо, точнее, не хорошо, а сильно плачут, они уже прогулки, и можно не угадать просто с получением объекта. Да, и еще, смотрите, в массивах под гортензиями, вот, в массивах, в массивах под гортензиями, если в марте не удастся обрезать, то в массивах под гортензиями, гортензии очень поздно раскрывают листья, фактически конец мая. Снег у нас может сойти в начале марта, и вот у нас два с половиной месяца, два месяца, голая земля. Соответственно, мы, например, высеяли хианадоксу, высеяли ссылу и прочее. Они создают хорошее, там, хорошее цветное полотно, но топтаться по ней весной, они рано просыпаются, топтаться по ним весной тоже не хочется. Соответственно, либо до того момента, как они вылезут, вот, либо по осени. Лучше осенью. Ну, прочее. Да, в маленьких садах можно и по весне, да, вот, если вот, 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 она сидит рядом с мощением, можно подойти и прочее, прочее, а в больших куртинах, да, наверное, по, самое, по весне. А как-то не заглубляется? В зависимости от того, как сажаем. Если это солитер, нет. Если это посадка в куртину, слегка заглубляем. Потому что нам нужно много побегов снизу. Соответственно, мы иногда их режем, омолажущую обрезку делаем и режем. Сад достаточно низко. Вот. Плюс, можно еще частично крону, частично омолаживающую обрезку делать. То есть, часть кроны вырезать. Вот. И, соответственно, опять в этот пойдет меньше побегов. Вот. Но они пойдут. Тут, вот, например, вся целиком крона сносится. А вот тут, вот, например, да, вот часть кроны убирается и побеги, новые побеги образуются. Угу. Так. Ну, вот, собственно говоря, что можно добиться, да, обрезкой, соответственно, стрижкой. И какая фитопластика может получиться, да. Соответственно, сначала формируется, понятно, скелет. Ну, тут из самшита, но из других форм тоже примерно так же формируется скелет. А дальше мелкая-мелкая-мелкая стрижка. Так. Ну, у нас время тут в Excel-файл уже не остается на ассортимент. Я думаю, отдельную лекцию, поэтому как-нибудь сделаем. Будем про деревья говорить или уже все устали? Будем. Да, давайте тогда пробежимся про посадку деревьев. Значит, с деревьями все гораздо сложнее, чем... А? Да. А можно вопросы потом? За что идти? А? Кустарник не вернулся. Коль за раз кто-таки режет? Три? От одного до трех, в зависимости от потребности. Смотрите, вот на примере спирея японской. Если нам надо, чтобы образовались, чтобы она цвела, например, да? И цвела пышно. Вот. И значит, нам надо, чтобы много молодых побегов. Мы режем практически на пень весной рано. Образуется много крупных, мощных почек, она в основании закладывает. И развивается цветочная. Если нам нужно получать вот такую вот форму, мы не режем низко. Мы ее подравниваем два-три раза за лето. Все зависит от потребности. То есть нет жестких абсолютно правил. Ну что? Значит, посадка дерева начинается с его выкопки в питомнике. Давайте будем говорить сразу про крупные деревья. Про открытый корень говорить не будем. Смотрите, то, что мы получаем из питомника, при отмытии кома, может выглядеть либо вот так, либо вот так. Да? Разные будут. Жестко, да. Вот такое вот, это 4-5 пересадок. Когда у нас обрезаются корни, вы представляете, что дерево, когда растет, у него основные корни располагаются, ну вот, если взять крону, то они в 3 раза шире, да, получается. Это основные корни. А так она еще в это самое, там, вот, 10-20-15 метров, вот, спокойно корни уходит. Соответственно, может, если берем из леса дерево, да, какое-то, то может оказаться так, что, особенно, там, елку молодую, у нее там два корня, там, полутораметровые елки вдруг выкапывая. У нее два корня, и ветвятся они на расстоянии метра-полтора от основного, а все впитывающие корни, они мелкие. Значит, что тут, чего добиваются этой обрезкой пересадки? Добиваются того, что, добиваемся того, что у нас сасывающие корни, мелкие корни, которые работают, не только склетные, они находятся внутри кома. Этой пересадкой питомник добивает. Соответственно, если в питомнике делается много пересадок, ком вот такой. Если мало, нет. Соответственно, если там не делалось пересадок, может получиться вот нечто такое. Это вот колесник, вы публиковал эти фотографии, вот, соответственно, отмытый комель, да, с корнями. Видно, какое количество мелких-мелких-мелких корешков. Большие корни на сасывание не работают. Они работают только на проведение и скелет. Они держат растения в земле, закрепляют и работают проводниками. Чтобы оно прижилось, нам надо максимально сохранить, максимально сохранить мелкие корни. Соответственно, если берется копанина, да, то у молодых деревьев копанных, если сами копаем в лесу вдруг, у них может быть слишком мало вот этих корней. У взрослых, как правило, их уже больше. Поэтому кома должны быть большие. Вот из леса, пересаженной машиной, там, с диаметром 160 сантиметров, приживается лучше, чем 110, да? Вот. Правильно, Андрей? Ну, зависит от диаметра стола. Ну, зависит от диаметра стола. Но корней... Диаметра стола, да. Соотношение между диаметром стола и диаметром кома должно быть 1 к 10. Это вот грубо. Вообще канадцы говорят о ленте 12, потому что в дюймах все. Но тем не менее. Вот. Но у взрослых деревьев все-таки больше корней за жизнь образуется, чем у совсем молодых. Соответственно, если вы там полутораметровую елку сами копаете, может оказаться, что у них корней-то не будет. А как ее подготовить на своем участке для пересадки в любое место? Значит, обкапываете и не выкапываете. В любое время, весной, осенью, вам надо обрезать корни. Чтобы стимулировать... Да, чтобы... Да, боковых. Причем можно просто пройти лопатой достаточно глубоко. Можно траншейку выкопать 30 сантиметров. 30 сантиметров. 30 сантиметров, как минимум. Вот. Либо траншейку выкопать и еще и перегнуем ее обложить. У крупных деревьев делают в два приема. В один год очень крупный. Раньше делали, в советское время. Вот. Полкома в один год, следующий, следующий полкома обкапывали. Вот. И на третий год пересаживали. Но это слишком долгий процесс. А так год ждать? Вот если, например, сейчас весной, как сделать подкопку? А смотрите, если у вас не семечка выросла, а если вы посадили растение из питомника, у него в принципе, и вы можете там либо техника, либо привлечь людей, и вы можете сделать ком диаметром там 120-140 сантиметров и поднять, то вы можете его перетащить фактически сразу почти что угодно. Главное это закрепить, главное, чтобы у вас почва не осыпалась, у вас приживется. Если это сделать весной, осенью. Мы пересаживали в августе крупные березы на пределах участка, ну вот с таким вот диаметром, вот, все приживалось. Причем несколько берез пересаживали уже несколько лет, у нас опыт есть такой. Вот, но главное подобрать время, мы пересаживаем в августе до самой, потом у них в конце августа начинают расти корни, если не жарко, все получается. Весной сложнее время подобрать, вот, например, мы смотрели по соснам, по елкам, там по елкам у нас получалось, вернее, по соснам, лучшая приживаемость, там меньше всего отпада, если мы в пределах участка пересаживали, когда у них чуть-чуть начинали трогаться, да и у елок тоже, чуть-чуть начинали трогаться в рост почки. Буквально, вот, первые, там, несколько дней, 2-3 дня, вот, потом уже, там, сложнее, но, в принципе, вот, до 10 сантиметров мы в пределах участка совершенно спокойно пересаживаем. Безопаснее будет, если в этом воду, если надо подкопать, а в следующем... Конечно, конечно, безопаснее, ком можно меньше сделать у вас в это, да. Вот, соответственно, первое, это подготовка, ком должен быть подготовлен. Что еще, значит, что еще в питомнике может произойти? На что следует обратить внимание? Повреждение крупных деревьев при погрузке. Это и пересушка. Вот, соответственно, пересушка и залив. Залив при транспортировке запревания, особенно если листья начали раскрываться. Если цепляли при погрузке, при разгрузке, если цепляли ствол, он тяжелый, и без предохранения... Давай. Вот, и без предохранения от механических повреждений он может... Камбий может так повредиться, что у вас растение погибло. У нас был случай, когда пятиметровые сердцкие елки у нас разгружали ребята на участке, и я что-то не сообразил, даже видел это, вот, и стоял тупил, и не понимал, что происходит. Они взяли, подняли, там, они пятиметровый тяжелый ком, там, 6 или 7 человек, или 8, 8 их даже было. Вот, и подложили даже не доску, а какую-то эту трубу под ствол, потому что, типа, ствол тяжелый. Ну, естественно, пол ствола передавила, камбий, все ткани, вот, пока, если там шаталась она, вот, пока не доявилась. И через 3 года елка сдохла. Вот, то есть, сначала там образовалось самоотмирание тканей на половину ствола. Прошу прощения, меня кто-то подпел. Это я. Может, сделайте. Да, подпел. Извините, пожалуйста. Угу. Вот. Так, если в это время нет, я закончу скоро. Вот, хорошо. Она не сразу умерла, а через 3 года? Через 3 года, потому что часть проводящих, там, смотрите, с одной стороны ствола проводящие пучки сохранились, а с другой образовалось вот это вот отмирание ткани. Она постепенно, да? Да, да, да. Да, вот. Она, ну как, видно-то было, умирала-то она довольно быстро, но вот это вот отмирание на стволе коры и образование этой дыры в коре, вот оно, где-то через 3 года и на 4-й она скончалась, по-моему. 4-й или 5-й. У нас дерево справа не приживет? Нет, вот это точно нет. А у него нет? У него корней нет. Они такие, словно они сидели в этом, в какой-то жиже этой, из болота вытащено, да. Вот, там нет мелких корней, там нет мелких корней. Нет, можно что сделать? У некоторых растений, ну, например, у боярышника, можно вот с такими обрубками, обрубки с напень, убрать всю крону, и тогда оно даст фактически заново укоренить. Вот, вот это укоренить можно, но это фактически создание заново кроны. У липы просыпаются почки, у рябины тоже, скорее всего, должны, я не пробовал, да. Но заново образовать... Ну, кстати, вот наши питомники, когда начали заниматься питомниководством массово и высаживать, экспериментировали с гербицидами многие, между рядях убирали траву и, соответственно, перебухали гербицидов. И огромное количество морозобоин на деревьях даже устойчивых, у тех же рябин. Вот, и потом они, соответственно, перестали применять гербициды, и вот уже с таким стволом, соответственно, все срезали на пень. Но и очень быстро, поскольку корневая мощная. Вот, образовались новые стволы, соответственно, они получили многоствольные. Вот, но вот эта вот раневая поверхность, она достаточно большая, она долго заживает. Вот, и в дизайне иногда это слишком... Они не успевают сформировать, они неравномерно могут. С одной стороны ветки пошли, да, они равномерно. В принципе, их надо было бы обрезать, да, в питомнике не всегда это делали. Сейчас, вроде как, все более-менее нормально. Вот лет пять назад у наших отечественных питомников, ну, 4-5 лет назад, такое было массово. Вот, далее что? Когда получаем, на что смотрим? Ну, во-первых, да, понятно, что не все можно разгрузить руками. Вот тут табличка с... Не помню, Лоренц, по-моему, это питомник, можно в интернете скачать легко. С массой дерева в зависимости от диаметра кома. И вот если диаметр кома у нас 40 сантиметров, а у вас ствола 14, да, вот, ну, вес кома 50, ну, вес даже не кома, скорее, а дерево, да, 50 килограмм. А если у нас там обхват, вот, 50-60 сантиметров, да, ну, 50 это получается сколько, 20 диаметра, да, примерно, меньше, а? 17, ну, не очень большой, 17. То дерево у нас уже весит, вес кома у нас уже 1200 килограмм, да, то есть, понятно, что никакими руками это не поднять. Соответственно, техника. Техника, соответственно, мы что делаем? Стремимся брать только за ком. Стремимся, соответственно, если в этом, в молодые деревья тоже поднимаем за ком, потому что можно выдернуть. Если ком недостаточно оплетен, если питомники разные, ошиб бывает много, вот, из сетки можно просто выдернуть, отряхнуть, удалить все мелкие корни и поопять заново придется укоренять. Вот, обрезать, на пене укоренять. Вот, соответственно, техникой, если ствола касаемся хоть чем-нибудь, подкладки деревянные, какие-то еще, такие, причем площадь их должна быть большая, вот, тут вот при погрузке, вот муфта такая используется, пытался купить, найти, не нашел, никто не дает. Соответственно, мы сейчас стараемся все сажать то, что можно поднять за ком и вертикально. Вот, следующее, получаем на участке. Часто есть иллюзия, что, ну, сразу нельзя посадить, есть иллюзия, что надо прикопать, вот, но представьте, вот, ею привезли, поставили, потом прикопали, потом опять. У него куча стрессов, каждое перемещение это обрыв корней. Мы выяснили, что, по крайней мере, в наших условиях, достаточно просто замотать стрейча. Испарение снижается, никакого прикопа не надо, ну и притянить слегка. Вот, и дальше поливаем в эту, сверху. Так их делали? Да, вот, ну, мы тут неделю назад в Москве обсуждали этот, или даже не в Москве, а может, здесь уже обсуждали. Вот, и подумали, что, собственно говоря, когда прикоп большой, ну, ком промачивается, не прикоп, а вот, понятно, что если мы разная плотность, разные сухо, промочить ком всегда надо, когда получили, проверить, промочить. Но если мы прикопаем, мы промочим землю вокруг, а ком может еще не промочить, и в прикопе растения могут умереть те же деревья. Вот, плюс потом доставать все это, хоть и в сетке, все равно это может лишнее повреждение. Вот, а что тут можно сделать? Вот, а, кейс в это сама, в питомнице Атеев предложил, а вы сделайте капельницы, бутылки, соответственно, игла, да, соответственно, какая-то капельница из бутылки, вот, в это медицинское широкое толстое, вот, и она будет, поставьте, сверху, срежьте и в это самое, будет капать. Наполняйте, и, соответственно, там много воды уже, не так много воды надо, как если бы они были в прикопе. Вот, ну, собственно говоря, да, но если это несколько деревьев, можно так, ну, бегать все равно, наполнять это, ну, есть, я подумал, ну, вот, есть система для датников Аквадуси, в это самое, поставили бочку, приподняли ее, да, от нее шланг с капельницей, ну, и капая на себе, самое, если слишком сыро, выключили краник, все. То есть, на несколько деревьев достаточно вот такой вот бочки, и, в принципе, они там стоят. И вот в таком состоянии мы первый раз такое сделали, всем назад, ну, как случайно, вот, и не удавалось нам вовремя прикопать деревья, и они у нас постояли два с половиной месяца. Когда мы размотали, там были корешки, между воздушный слой, там ведь ком не очень ровный, воздушный слой между пленкой и комом, он идеален для развития, оказывается. Корни лучше всего развиваются не в земле, а в очень влажной, в очень влажном воздухе. И вот в этот слой они лезут, и они сцепляют этот ком, они укрепляют. То есть, если вы получили дерево, и чувствуете, что ком развалится, вот, он слишком подвижен, да, то можно вот это сделать, оставить ее на какое-то время, главное не на солнце. Вот, и через какое-то время, плюс он более теплый, а корни все-таки в это самое, не в прикопе, у нас в это самое, холодно, а в этом, над уровнем почвы, соответственно, там теплее, они будут развиваться лучше. То есть, вот как в приподнятой грядке прогреваться, да, будет это больше. Вот, и они, а? Ни разу не было, вот, за 7 лет, ничего подобного не было. То есть, там сверху-то у нас, ну, немного, к стволу близко не подходим, оставляем для проветривания, но мы ни разу не наблюдали проблем. И приживаемость, вот, после этого гораздо лучше. Когда мы первый раз на этом участке получили сосны, во-первых, мы получили их в июне, то есть, от элоны, из русских деревьев, там мы получили около 50 сосен. Джон сказал, что нет, давайте расставлять, потом мы, там, причем мы получили с площадки, была капонина, соответственно, она разгрузила на площадку, потом загрузила на машину к нам, мы разгрузили у себя на объекте. Потом таскали по объекту, ставили Джоном, потом он все это еще раз менял. Вот, а потом он уехал, и мы начали сажать, еще раз убирали с этих мест и ставили. Вот, в итоге там у нас, по-моему, из 50-20 погибло. Вот, да, несмотря на то, что мы это, замотали все. Но вот из-за того, что ком был много-много-много раз. Что мы в следующей приезде Джона стали делать? Мы расставляли, сделали макеты деревьев с рейками, с перекладинами, и расставляли. Его это вполне устроило. Вот, и, соответственно, вот из последних двух лет, вот, Аннерея уже брали сосны, капонину, и ни одна не умерла. Спасибо. Рад стараться. Вот, соответственно, вот тут примерчик. Это, а, ну, и можно посмотреть, вот, идеально круглый остров, и этот, соответственно, из двух кругов еще один пруд тут сделан. Вот, с прудом была интересная история. Сначала Джон сделал круглый пруд один, но клиент сказал, что нет, ну, как-то маленький. Вот, и там вокруг газона слишком много и прочее, непонятно. И вот подход дизайнера, он не говорил сразу нет. Он посмотрел, порисовал, и фактически получилось лучше, чем первоначальный вариант. Хотя мне казалось, что первоначальный вариант идеалит. Но вот этот вариант получился, ну, и типа, хочу еще остров в этом внутри. Вот, береза росла там, соответственно, выкопали вокруг. Значит, копка, еще раз. Значит, копается либо вручную, либо техникой. В зависимости от того, какая машина, соответственно, либо это вот эта скоба, вот, либо лопасти. Разная кома получается. Если, вот, с этой, 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 со скобой проблем больше. С ним надо, с ним надо аккуратнее. Их надо, вот, вот, заматывать, пересушивать, не давать пересушиваться и прочее, прочее. Плюс, здесь больше вероятность того, что ком окажется недостаточно высоким. В питомниках часто пропалывают между ряди механических культиваторов. И земля летит в область корневой шейки. Мы как-то получили ком, у которого корневая шейка в сетке была на 20 сантиметров глубже. И, соответственно, на корне оставалась вот эта вот часть. А вот это вот все было просто набросанная земля. Вот, поэтому, вот, особенно, когда копка вот такая вот, надо быть гораздо более аккуратным, проверять, что мы получаем. То есть, раскрывать, раскрывать сетку, смотреть, где корневая шейка. Следующий момент, с, следующий момент, так, я, наверное, в этой, просто, в отдельной папке сохранил. Тут мне, посмотрим, не в презентации. Подерево у меня еще тут, если по кустаринку, у меня готово. Так, так, сейчас, секунду. Так, кустарники. Так, сейчас. Кустарники, вот тут, наверное. Так. Веска. Ага. Значит, с, 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 ага, ком. Да. Вот еще. Если дерево выращивалось сначала в, в горшке. Еще одна, так, ну давай-ка, что-нибудь откройся. Не хочет. Вот, сейчас подождем. Не пойму, почему, ничего не открывается. Нет, следствия для просмотра, что ли. Вот. Открыть с помощью. Вот. Что-нибудь сейчас посмотрим. Вот, если дерево выращивалось, если дерево выращивалось в горшке, вне зависимости от того, сколько, какого, когда оно было пересажено, можем получить вот такую вот фигню. То есть, корни, душащие корни. Если вовремя не была сделана перевалка из одного размера горшка в другой, корни начинают закручиваться и постепенно, с возрастом они душат дерево. Поэтому, когда мы сажаем дерево, надо отрыть корневую шейку в том числе и посмотреть, в том числе и посмотреть, чтобы не было вот этого. Причем, это может произойти, вот это может произойти, когда оно было в П-9. Потом его пересадили там в 15-20 литров, 50. Оно все жило, да, но когда вы его сажаете, через какое-то время вы обнаруживаете, что его не вовремя пересадили из П-9 там в 3-х литровый горшок. Вот. Соответственно, вот риск с контейнерами и деревьями, вот. Может его потом и в этот, и в грунт высадили, и оно в коме вам поступило. Но вот это вот, мало кто об этом почему-то из ландшафтников знает, и питомники об этом не говорят. Вот мы тут смотрели, смотрели горные сосны, поступившие, вот их часто в контейнерах этих мелких выращивают, соответственно, и продают в контейнерах, поскольку открытый корень мелочь, плохая приживаемость. Там оказалось чуть ли не у третьей части корни закручены, и при посадке в этот, ну, в трешке и в пятерке были, и при посадке вот эти корни надо было обрезать. Иначе потом очень сложно спасти, очень сложно спасти дерево. Ну, вот, пожалуйста, вот закрученные в большом горшке они пошли так, и рано или поздно они задушат себя, и рано или поздно дерево, дерево сломается. Вот, соответственно, если в городе недостаточное пространство, вот, то есть, в брусчатке, в асфальте, если нет расширения под брусчаткой, да, то есть, получается, вот, а-ля бонсай, но если бонсай каждый, там, 2-3 года выкапывается и обрезаются корни, в том числе, чтобы они не закручивались и не душили себя, да, не только для ограничения роста, то тут его никто не выкапывал, никто этих не обрезал, и рано или поздно, вот, превращается вот в такое. И скажите, а у какого пространства случаются у всех косяки? У всех косяки есть, поэтому надо, надо внимательно следить. Косяки есть у всех, за всеми, за всеми рабочими не уследишь, за всеми бригадами не уследишь, поэтому случаются, случаются у всех. Даже в самых лучших, вот, американских питомниках, мы когда ездили, смотрели, там, ну, вот, они рассказывают, как у них все хорошо, что у них нет пересорта, и тут же, например, там какие-то, там они какие-то сорта роз выращивали, и тут же самое, самое в этот, ну, видно, что-то смесь у них, вот, они говорят, что у них тут чистый сорт, и косяки везде случаются. Да, то есть, и показать, и отрыть корневую шейку, посмотреть, потому что, на самом деле, вот, когда у сосны, у сосны в пятерке, там, или в какой-то закрученной, если они там до сантиметра, ничего страшного, обрезаете, убираете, они растут дальше прекрасно. А если образовалась уже хорошая вмятина, то такое лучше у большого дерева, такое лучше не брать, конечно, да, потому что она зарастать будет долго, ну, можно справиться, вот, там, отпиливать, вот, предлагают, да, и прочее, но все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Соответственно, ком должен быть, ну, вот, в этом, соответственно, если закрутился, раз это, размочаливаем его, да, и вот с этим вот уже сложно что-то сделать. Можно, но сложно. Вот, и вопрос, да, и то же самое происходит, вот тут на этой мелкой картинке, оно видно, если к препятствию рядом, сажаем слишком близко к препятствию, и не обрезаны, соответственно, вот. Да, вернемся тогда, да, то же самое, любая подвязка сохраненная врезается, причем на любой высоте, при этом подвязку надо проверять раз, там, в три месяца, как минимум, у большинства деревьев, если не сделаны подложки, вот, для крупномеров деревянные, например, соответственно, а если веревка, там, и под ней небольшая мешковина только подложена, переезжать, вот у меня в этом году случилось в этот, в плодовом саду, самая девушка, которая, бригадир, следила, знала, что надо проверять, проверять, был сильный ветер, яблоня, там, семилетняя, вот, а, нет, там мы меняли позапрошлым году, поэтому, вот, два года она там, ну, значит, четыре с половиной года, вот, была, при сильном ветре, просто сломана из-за того, что врезалась веревка, не проследила, не подходила полгода всего лишь, но вот эпос предотвращает закручивание корней, вот, вот, если выращено вот в таких горшках, то они дороже намного, вот, то они, самое, они, то есть до них доходит, и, соответственно, корень доходит, и прекращает рост, а не, анис, а не идет по кругу, ему невозможно там это сделать. Анис, а на сколько металлическую сетку снимает теперь? Значит, мы раскрываем только верх, вот, нет, мы всю поверхность раскрываем по максимуму. Совсем только сверху? Да, 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 бока нет, бока нет, если сетка правильная, она перегнивает за два-три года, вот. Вот, если она вдруг, тут было на АППМ говорили, что кто-то из российских питомников поставил материал в оцинкованной сетке, она никогда не перегнивает, и рано или поздно она все равно уже и в боковые корни вопьется и передушит их, вот. Соответственно, там уже ничего не сделать, если сетка неправильная. А, значит, с посадочной ямой, с посадочной ямой надо помнить, что если у нас рыхлые грунты, мы можем аэрировать ее, да, либо не использовать органику внизу. Так, если у нас вдруг глина, так, открыть с помощью, ага, вот, если у нас вдруг глина. Два варианта возможны, если плотная глина. Сверху нормальная земля, а дальше слой глины. И яму выкопали и налили в нее воду с вечера, утром она стоит. Да, соответственно, любая, у нас получается воронка, в которую, большая воронка, в которую любой дождь будет литься и накапливается, и у нас корни окажутся в воде и будут гнить. Соответственно, в воде очень немного ольха и ивы, там, прочее могут расти. Вот, большинство не может. Соответственно, что мы делаем? Либо, если мы знаем, какой у нас пласт водоупора, вот, и он не очень большой, там, не 5 метров, не, сама, например, там, 30, 40, 50 сантиметров, мы можем пробурить дырку, причем, неважно, в центре ямы, сбоку ямы, засыпать ее щебнем, можно даже вставить ее в трубу, чтобы она не заиливалась. Вот, сверху этот слой, этот слой щебня и спокойно сажаем. Вот, если слой глины большой, остается одно, делать водоотведение из труб, трубчатые. Соответственно, там, неважно, дренажная труба или, этот, канализационная. Вот, то есть, впитывающую мы кладем дренажную под этот, под дерево слой щебня, дренажную в него трубу, а дальше лучше в обмотке, соответственно, потому что корни иначе заберутся в нее и забьют. Вот, а дальше, соответственно, в этом выводим, дальше канализационными трубами, потому что в глине уже без разницы, там, она все равно ничего не будет впитывать. Вот, она просто выходит и в понижение отводим, да, в понижение в какой-то эту воду отводим из ям. Вот, другого варианта нет. А, нет, есть еще один вариант. Сажать на холм приподнятый над землей, над уровнем земли получается. Значит, Он должен быть большой, 3 метра в диаметре минимум. Вот, очень маленький, нет, соответственно, то же самое, что с мульчированием. То есть, американцы почему-то в какой-то момент решили, вот они, не задумываясь, для чего мульчируем, они стали делать, ну, фактически, вот такие вот, вот тут вот дерево, да, и вот такие вот кратеры тут. Ну, тут, там, 30 сантиметров, да, но совершенно бессмысленное, да. Дальше что делаем? Заполняем, соответственно, нижнюю часть поставили дерево. Нет, сначала пролили яму, если у нас этот, вот самый, в этот, хорошо промочили стенки, прорыхлили стенки, чтобы у нас сцепление грунта, который внутри и снаружи был. Ставим дерево, ставим так, размещаем его, подсыпая грунт, чтобы, сколько их должно быть? Сантиметров, на сколько возрастается дерево должно? Над уровнем земли. Нет, над землей, над уровнем земли. Забыл. Так, значит, 10, в среднем 10 сантиметров, потому что комбат своей тяжестью опустится. 10, иногда 15, мы делаем, в зависимости от того, сколько. Вот, москвичи со мной спорили, говорили, что тут максимум 2 сантиметра, ничего там не опустится. Это у нас рыхлые, рыхлые грунты хорошо опускаются, плюс оно само тяжелое, то есть там оседание, особенно у больших деревьев, происходит очень даже хорошее. Соответственно, верхний слой делаем плодородным. Все удобрения верхние 15-20 сантиметров. Ниже в большинстве случаев не работает. Если у нас в городском, каком-нибудь или там нам надо, мы не можем в ширину распространяться, отделаем глубокую яму, соответственно, одну-две трубы, а можно и четыре, которые выходят наружу и засыпаем их щебнем, и они риживать будут. И, соответственно, мы можем там хоть на метр эту органику засыпать. Вот, дальше. Посадили. Кто-то говорит, что нельзя утаптывать вокруг землю слишком уплотняем, только водой подсыпаем, да, и проливаем. Мы обычно наполовину засыпаем землю, проливаем, и, соответственно, после этого раза два впитывается она, и после этого засыпаем дальше. Вот. Но, в принципе, если ямы, ну, дерево не очень большое, в принципе, ногами спокойно проминается. Если человек рабочий опытный, то он не переуплотнит землю и не превратит ее в этот, в бетон, да. Соответственно, дальше что делаем? Посадили, поставили колья, колья должны закрепиться в материнском грунте. Если они оказываются просто в рыхлой яме, они держать не будут. Соответственно, вот эта вот широкая яма, чем хороша, что в тех местах, где мы ставим колья, ну, или там подвязка, да, или растяжки, вот, соответственно, в тех местах, где мы ставим колья, так, сейчас, глубина ямы мельче, и, соответственно, так, сейчас, а то в презентации так открыть с помощью, сейчас посмотрим. Легче, легче, легче поставить. Ну, тут все про дренаж. Вот, соответственно, в зависимости от, в зависимости, да, вот тут вот от водоотведения дренажной трубой показано, в зависимости, да, подвязка в другом, в другой папке. Соответственно, в зависимости от диаметра ствола, мы ставим либо один коль, либо два, либо три. Подвязка лучше осуществлять какими-то лентами, собственно говоря, либо с подложкой, либо через деревяшки, подложки деревяшек, для крупных деревьев, чтобы не пережимать камбий, не пережимать кору. Потому что пережать очень легко, пережать очень легко, и может получиться очень неприятная, очень неприятная картинка. Естественно, подвязка наиболее декоративна, с хорошими, красивыми кольями. Колья желательно круглые, потому что, если у нас низкая крона, низкие ветки, они будут касаться так или иначе при ветре кольев, и любой угол будет повреждать. Соответственно, в плодовом саду особенно, поскольку, когда один кол, он близко ставится достаточно, вот, подвязку, и углы повреждают ветки при низкой кроне. Открыть с помощью, так, вот. Ну и, соответственно, разные способы, разные варианты лент, разные варианты кольев, вот, тут колесник показывает, где-то он в этом Европе снимал, соответственно, на три кола, причем скреплено вверху, скреплено внизу, вот, абсолютно устойчивая конструкция. Вот, на резиновые ремни, на деревянные, масса вариантов. Дальше, ствол, дерево в питомнике росло, все понимаем, загущенно, в посадках тень на него падала. Мы высаживаем на гораздо большем расстоянии, оно сильно освещается. Даже летом, даже не только весной, когда у нас там может перегреваться от весеннего солнца, может также перегреваться летом. По возможности притеняем, причем немцам рекомендуют на три года притенять стволы, закрывать тростниковыми матами, с мешковиной и прочим. Мы закрываем мешковиной, как правило, обматываем. Причем мы ее не снимаем, она сгнивает там год-два, и потом еще раз делаем. Вот, на зиму не снимаем. Вот это вот ужасы, да? Вот так вот делать не стоит. Вот это вот в городе, и об этих в городе вот таких подвязках забывают. Плюс это абсолютно неэстетично. Любой зеленый, как бы зеленый цвет, вот помним, да? Как бы зеленый цвет, он никогда не оказывается зеленым. Любых искусственных предметов с зеленым цветом избегаем в дизайне, потому что, ну вот, у финнов хорошие только окраски, вот в Текури, или там вот есть Валити, эта серия, да, там серо-зеленые, вот они естественные, а вот все остальное, это вот выбивается просто на фоне этих зеленых. Соответственно, веревками крепится, вот, и, ну, соответственно, так, да, Текама. Можно, если два кола, их строго вертикально, или все-таки под углом? Значит, немножко, лучше немножко под углом, потому что вы будете стягивать, и они у вас за счет того, что стягиваются, они могут вертикально встать. А если вы поставите вертикально, и вы потом притягиваете дерево, оно, вот если есть хоть малейшая подвижность, они у вас наклонятся, и уже ослабнут. То есть, вот эти вот, там вот были ремни с резинками, их можно подтягивать. Вот эти вот не подтянуть, поэтому, соответственно, с эстетикой. Ну, и, соответственно, вот это кольцо, растяжки, вот, либо, как в этот, Андрей сажает, обкладка из деревяшек, проволока, вот, арматура, но это если там, где эстетика не нужна. Там, где нужна эстетика, соответственно, тратимся больше. Тратишка. Продолжение следует... Продолжение следует...